Все, было дано указание стримить в Турбоигру. А давай вдвоем? Давай вдвоем. Бери наушники с микрофоном. Все, я включу? Я думаю, нет. Они уже начали отчет. А ты можешь меня включить? Ну, скажи что-нибудь. 1-1. Тебя слышно, я думаю, да. Что у нас тут? На 4-ти Зерк, 11 ТОС. Да, забыл, какая там карта, к сожалению. На этот раз не угадываются в реестре с разведкой Зерк. Да, интересно, что же... Что же будет в этой игре такого? Примечательно. Вот Мефин, на самом деле, против Тэча, против вот игры... Все уже привыкли играть Зерке против ТОСа, который... Который ходит именно через нычку. А вот против Тэча забыли, как играть. Вот Мефин вначале очень достойно так играл, но потом как-то игра так смазалась. Вот посмотрим, может, он сейчас вспомнил. И как-то по-другому сыграет. Ну, Мефи, конечно, красавчик, но... Гарик Игорь... Это вот второй Ник Фингера. Играет прям ПВЗ, у него очень сильный матч-ап. Так, это, по-моему, 9 пул. Если у меня... Да, это 9 пул. Ну, видимо, наверное, он хочет прибежать первыми лингами, думая, что Фингер пойдет в Тэч, и попробовать его разм... Помикрить ему рабов на скорости. Ну, если это был 9 гейт, то не успеть. Если 10 гейт, то, скорее всего, да, сможет пробежать. Вот тоже 5 гейт... Вот так вот, лучше? Интересное начало. Два гейта, Джарик. Это, на самом деле, это коронная фича Фингера. Два гейта. Он просто... У него микры сумасшедшие зелуты. По крайней мере, было раньше. А сейчас это мы увидим снова. Как ты считаешь, какое преимущество по БУ? 9 пул со скоростью или два гейта? Наверняка не сможет ТОС напрячь зерга. И неизвестно, сможет ли вообще выйти из базы против спидлингов. Это очень опасно. Здесь, в этом ордере, вообще... Ну, в любом случае, спидлинги – это преимущество против двух гейтов. Потому что у тебя скоростные зерлинги, ты можешь оббегать, ловить подтяжку, отконтроливать так и оттеснять ТОСа. Но главное – не допустить ошибку в микро. И вот здесь, на самом деле, именно микро очень решает и показательно. Это вот есть скилл сейчас. Интересно, что тут заказано, тут тут линги. Он увидел, да? Два гейтаря. На самом деле, он сейчас... Фингер может увидеть, что здесь идут спидовые линги, и просто отменить раж и встать на входе. Но он этого не делает. По-моему, план Мефи сейчас будет работать. Сейчас он должен обязательно самку поставить в Мефи у себя в рабах. Тогда будет всё нормально. Сколько там пришло, к ним два-три сделать? Они стоят. Ну, давай, два раба сюда веди, Горик. Давай, давай, трёх рабочих ещё. А, всё, он... Всё, здесь вообще игра теперь по-другому сейчас пойдёт. Он его закрывает? Нееет! Как же так? Странно, что он решил гристить пилон, не решил убивать рабочих. Ну, на самом деле, задумка убить пилон очень хорошая. Пилон очень хорошая, но не против он никогда. Но он уйдёт этими лингами в рабочих, там будет заставить их гонять. А так он мог отрубить два гейта. И тогда бы... Ну, всё, можно сказать, ГГА почти. Ну, нормально. Нет, всё вообще. Вот это ПВЗ нормальный. Это вот когда идёт вот линия, а вот агрессивная игра прям с самого начала. Вот на это интересно смотреть. Развиваясь за событие, вот это древо, это экшн, прям идёт с самого начала. Это вот кайф. Вот это вот самая красивая игра. Вот это так раньше играли. А сейчас почему-то ПВЗ все начали играть через нычку. Ну, вообще, как-то скучно, игра со средней стадией неинтересно. Вот посмотрите, вот Гарри Квузил это, а они просто убивают. Ну, под конец что-то перестали убивать? Ну, вообще убивает. Я думаю, тенденция играть через нычку была просто продиктована новыми картами с очень защищённым натуралом, да, и вспомните и ФС, которые там делаются у мёртвого стенка. Ну, понятно, да. Почти везде. Революционирует. С разом на натурале. Те, кто карты пишет, там тоже как бы пытаются что-то такое поинтереснее придумывать. И нычка... Ну, не, нычка хорошая стратегия, макроигра там, да, всё сильно, но просто она менее зрелищная. Ну, а ты вот... Ну, настоящие игроки... Ну, не, понятно, дело в том, что вся игра хорошая, да, но вот такие истинные любители, такие старые лутскулы Старкрафта, да, вот они... Вот нычка это скучно. А вот экшн, нужно постоянный экшн, нужно борьба. Чё, наверное, что там, ВЦ? А, Старпорт уже... А ВЦ у него есть? Посмотри, есть у него? Тут кого ВЦ? А, ЦТ этот... А, ЦТ Д, нет, нету. А вот она и есть, нет, пилон. Пилончик, ну, понятно. Наверное, задумка в экспо всё-таки будет. Ну, вот сейчас, наверное, зерк ставит гидролиз Ден, есть у него там 4 на газе. Не вижу, я, да, на... Нет, у него нету. Ну, вот это на самом деле... Вот это на самом деле тост сейчас будет просто сжечь. Потому что есть зелоты, которые просто бегают рядом с этой нычкой, и... и зергу нужно защищать, и он просто будет её сносить. Он получается... Ему нужно строить лингов, ему нужно строить рабов, потому что нет экономики, и при этом он не может собирать газ, потому что, ну, у него нет минералов. А сейчас пролетит Корсар, и просто сожгёт ещё... куча оверлордов и минус экономика, и вообще зергу сейчас очень тяжело. Если Лефе сейчас выкатится из этой ситуации, это... Я не вижу, у него оверлордов вообще вот, на моей нету. Можно будет выкатиться, наверное, за споркой. Будет искать. Вот что сейчас мне делать? Наверное, все-таки он будет ставить Ден. Должен ставить Ден, но по-любому не будет ставить ВЦ. Ой, это БВ. Да, для спорок. Скорее всего, Ден поставит. Ну, по идее, сейчас Тосу тоже нужно выходить и ставить нычку. Ну, собственно, он это и сделает. Сейчас бьёт пару оверлордов и выйдет войсками, поставит нычку, и дальше начнёт бить... летать. Такой лётчик. Полетел. Вот я сейчас... Так, и что нам, выходить? Ну, если ходить. Может быть, досмотрим здесь... Гогна и Тама. Гогна и Тама. Чисто не начинают. Ну, линги отдались, можно сказать. Ну, догрызли пилот. Очень хочется досмотреть эту игру и в то же время Гогна и Тама такую знаковую. Да, вот почему именно хочешь досмотреть её? Потому что вот ПВЗ, вот именно такого ПВЗ сейчас редко увидишь. Я имею в виду, где идёт игра с самого начала. То есть, не через нычку, а вот... Почему это гейтвейн не unpowered, интересно? Опа, да. Что это такое? Может, там ещё зиот делается? Опа, да. Но... Поэтому... А вот можно было бы сделать так, чтобы видно было минералы и... Для этого нужно использовать корейский лаунчер. Вообще, я бы советовал, конечно, для Лана использовать именно этот хаос или В-лаунчер. Просто, если бы мы так сделали, это, наверное, вообще бы было бы очень информативно. Можно ли посмотреть, начинают там Ларго или нет? Потому что... Ой, не Ларго, Гогна и Тама. А вот можно за Ратола спросить. Секунду. А как его зовут? Ратола. Сиротун. Сиротун? Друг, а можно спросить... Гогна и Тама начинает уже играть? Ну, вот, на самом деле, так не будем забегать, но вот... Я, по крайней мере, болею за Фингера. Если Фингер выигрывает, то будет очень интересно посмотреть и проходит дальше. Там он падает, идет по сетке на Ларго, если Ларго побеждает. А вот далее будет Гогна. Вот очень интересно будет видеть ПВЗ, Фингер против Гогна. Они уже давно с друг другом... Ну, во-первых, они раньше играли довольно часто и у них такая борьба очень хорошая. И вот очень интересно будет посмотреть эти игры. Как они сегодня бы сыграли. неужели сейчас эту игру вырубят? Что здесь происходит сейчас? Да ничего не происходит. Зерк вообще должен как бы расширяться. Шутос понастроил фотонок, армии у него немного. Два гитара больше вроде как и... там я видел две апдейтницы поставил, сейчас будет клепать апгрейды. Видимо, он скопил... Ну, видимо, он понимает, что он будет отставать от... Наверное, сейчас отстает по апгрейдам, да? Какой сейчас? Я думаю, тут 1-0. А, то есть он наоборот хочет вырваться вперед резко по... Нет, тут уже крутится форж. То есть я думаю, с минуты на минуту он будет 1-1-0. И что, как у него с рабами там, у Зерга? Немного рабов. Ну, рабов маловато, да. Здесь очень мало рабов. На нычке, наверное, тоже, да? Немного. Да. Тут чуть-чуть получше. Думаю, полтора друна на патч. Да. Карта на самом деле большая. И вот, когда большая карта, вот, Зерга удобнее играть, если он начинает хамиться с самого начала. Вот, начинает ставить ранние хамки и, так сказать, относительно далеко. Тосу тяжело. То есть, может быть, Тосу разводить. Ему тяжело бегать твои нычки выносить, ты можешь его постоянно гонять туда. От одной нычки до моей и вообще, то есть, повсюду. Так, сейчас посмотрим, что у нас здесь происходит. АТАКА! Разведка боя, наверное, кстати, это атака. Или покушение, но снова на этот пилот. Всё, фатоночки, всё, от мутосов готовы, ко всему готовы, неприятности, ко всем неприятностям. А это, мутосы, наверное, будет мутостек, он, наверное, захочет вырезать темплеров и другой, мошной. А, нет, наверное, всё-таки это не мутосу. Это, наверное, скоржи. Неужели мутосу? Нет, гидроиск, да, скоржи. Скоржи. Так, я вернулся, к сожалению, начали уже играть Тама с Гогной, будем стримить их вторую игру, значит. Так, мы эту сейчас, да, досмотрим? Мы достриним ВМ туда, и потом ждём Тама с Гогной. Единственный вариант, чтобы захватить. Тама, Тама Гогной, да, сейчас? Да, да, да. Тама Гогной, это, наверное, типичный ПВЗ будет сегодняшний. Очень такой макро, и в то же время агрессивный, который им надо всячески поддерживать, я считаю. Так, а мы с тобой, наверное, нужно поменяться местами, потому что там плохо слышно будет. Чё там? Атака, атака, атака. Опа, что мы просмотрели? А, это был дроп Псишторм, он просто убил на всех набов. Мы ничего не увидели. 6, 9, 15 кюл. И ещё, вот допустим, фингер, когда, я считаю, что это вообще очень правильно, если видишь слабое место, то, что можно постоянно летать дропом и бить рабов Псишторм, нужно это делать вообще постоянно, нон-стоп. А некоторые почему-то сделают для галочки, кинут один раз, и всё, и на этом закончилось. А почему не продолжать постоянно? сделать. Редкий зерк вот будет оставлять эту брешь постоянно, если мы один раз его пробили, он поставит с коржей, да. Лефи не редкий зерк, вернее, он сразу же брешь попытался заделать, но фингер, в следующий раз, полетит другим путём. Тут же можно, да, засадить импларов? Ну да, я думаю, вот здесь вот прям на уголку тут можно, да. не опасная ситуация, на поле очень, ну как, не то чтобы много тоса, но больше, чем зерга, и ставится третья база, то есть проигрывает. И вот сейчас, он ещё здесь, наверное, в БРе построит, потом, и будет подклёпывать ривер, потому что карта большая, и здесь просто опасность в том, что вот, ну, бегать войсками, для защиты, поэтому проще построить здание и клепануть несколько риверов. И вообще, они потом пригодятся, очень хорошо пригодятся. Можно будет их засадить в шаттл и добавить в атаку. А ривер это вообще, против зерга, это суперкрутая штука, потому что вот зерга получает огромное преимущество, когда делает сварму, и ривер здесь просто необходим. Здесь будет неприятно, когда прибегает пачка лингов и убивает тебе нычку с кучей фотонок с помощью свармы. А тут один ривер, и всё. И всё бесполезно. Надо сказать, что на Секапе очень много тосов не умеет играть лейтгейм, то есть, либо не хватает опыта, либо просто слишком ленивого для того, чтобы использовать такие поздние связки, вроде риверов, архонов и так далее. То есть, то, что, по сути, убивает, может противостоять сварму. Ну, да, может быть. А вот что там за такая, что за фингер, чуть-чуть фингера, где-то 9, а, это рабочий. Я думаю, планирую там вот тут ещё один мекс, чтобы всё обнаглел, понял, что... Ну да, это я однажды его наказать. Никак. А вот и... Линги всё постоянно у него пытаются пробежать и что это сделать. Погрызь фотонки. Адреналина нету. Ну ты что, неужели он не видит, что ему нексис бьют? Надо отогнать. Ну вообще, что это такое? Ещё об сервер отдался. Хе-хе-хе. В этот момент, наверное, что-то не послушка. Хе-хе. Три против пяти, получается, по-испалу. Да, ТОС, ТОС как ЗЕРГ. Какие прогнозы на игру? Неужели с пустами? Честно, я не вижу какие-то планы у Зерга в дальнейшем, ну что-то. Глухая оборона, армии нет. То преимущество, которое мог получить ПИФ, нексис, он его не получил. Мне вот кажется, вообще сейчас ЗЕРГ потерялся просто. Ну, он простроился, то что его не прокатили его быстрые ринги, и всё. И вот бегает зачем-то, догрыть хочет. Ну, наверное, уже всё. Нет, ты не нубаст, ты крут, просто чуть-чуть расстроился. 2-0 получает. ГГ. Да. 2-0 выигрывает. Бургер, насколько непонятно. Он вообще сегодня и...